Слушайте историю, которую мне рассказали сами фнатики на Тайване. Короче, приходит как-то флюша к руководству и говорит «Сделайте мне мышь побольше, хочу нормальную». Фнатики такие «Окей, мышка будет через полгода». Через полгода они показывают мышь и флюша ливает из команды. Совпадение? По-любому да, потому что мышь крутая. Битва геймеров не закончилась, она превратилась в битву подписчиков и я хочу, чтобы мои подписчики были круче всех. Я отстаю всего лишь на 2000 голосов, это вообще понты, даже меньше, чем на 2000 голосов, в прошлый раз мы легко это набрали и поэтому призываю вас всех голосовать за меня на сайте hyperxbattle.com Делается это очень просто. Вы заходите на сайт hyperxbattle.com, там вы нажимаете вкладку «Геймеры», выбираете меня, нажимаете «Голосовать». Открывается первый день, вы смотрите видео, в видео зашифрован код, который вам нужно будет ввести вот сюда, вот в это поле. Вводите код, потом нажимаете «Участник номер 8» и нажимаете «Участвовать». Вас попросят авторизироваться через соцсеть, это очень быстро и просто. Все, вы проголосовали. Спасибо, что голосуете, всех обнимаю и давайте приступать к обзору. Мышь крупная и если сравнивать ее с Razer Desider, то будет где-то одинаково по ширине и высоте, но Fnatic длиннее. Форма под правую руку, но в отличие от Desider здесь нет такого ярко выраженного горба и в руке мышь лежит намного удобнее, по крайней мере для меня. Как по мне, для маленьких рук эта мышь не подойдет, как и для тех, кто подбирает мышь во время стрельбы пальцами под ладонь, вот таким вот образом, потому что эта мышь будет упираться в ладонь. Я контролю спрей всей рукой, поэтому для меня форма очень удобная. Так что если у вас ладонь 18,5 см, как у меня или больше, то думаю вам мышка зайдет. Вес 116 грамм. Это, конечно, немало, но мышь не ощущается булыжником, как, например, это было в Rival 700. Ее легко поднимать и легко ей двигать. По материалам здесь все просто. Это soft-touch пластик. Хорошо это или плохо, решайте сами, потому что очень приятно на ощупь и очень-очень сильно затирается. Правда, здесь ситуация лучше, чем в той же Rival, потому что там реально оставались следы, их уже нельзя было стереть. Здесь же, вот я уже полтора месяца юзаю эту мышь, и если мышку хорошенько протереть, то следов никаких вот таких вот не будет. А вот это уже косяк. Алло, Фнатик, как так-то? Я не думаю, что это мой конкретный экземпляр, но с другой стороны, я вот эту щель постоянно чем-то чистил, там иголочкой, ногтем или еще чем-то, поэтому и сам мог такое сделать. Основные кнопки практически без люфта, так что на этот счет можно не беспокоиться. Люфт, если и будет у вас, то никак при использовании не проявится. Микрики Амрон на 50 миллионов нажатий, и они как-то умудрились сделать ход кнопки длинным, и от чего получается такой смачный, сочный клик, такой чпок, такой чик, вообще офигенный, прям хочется с Патрика в голову дать. Круто. Боковые кнопки мелкие, но различаются на ощупь без проблем, выемка между ними легко в этом поможет. Кнопки немножечко люфтят, но для боковых это не критично. Сверху кнопки изменения DPI, но на них в принципе пофиг, я один раз настроил DPI и забыл. А вот колесико расстроило. Само оно неплохое и очень похоже на дезадоровское, но ход туже, что мне не нравится. Когда часто играешь, кнопки залапываются, мышь пачкается и, соответственно, палец становится грязным и скользким, и поэтому в некоторых ситуациях его сложно прокрутить просто так, и приходится прикладывать усилия. Но на самом деле это все фигня, а самый большой косяк этого колеса... Вот. И это очень напрягает, особенно в игре, когда ты быстро прокручиваешь мышкой, там, проворачиваешь, и слышно, и чувствуется вот этот стук. Это косяк. Сенсор, хит 2014 года, Pixar 3310. В последнее время многие его не любят, говорят, что он, мол, не торт. Может быть, однако у меня он никогда не срывал, и именно на этой мышке и с этим сенсором я сделал вот это. И все же я не зря сказал про 2014, потому что мышка вышла в 2016, а это два года разницы. На мой вопрос, почему такой сенсор, чувак из Fnatic ответил мне, что прогеймеры не любят перемены, и попросили поставить 3310, тот сенсор, на котором они привыкли играть, поэтому они его и поставили. Ну, в принципе, ненормально. У меня с этим сенсором никаких проблем не было, даже на цветном фнатиковском ковре. А у вас? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ножки тонкие, но за месяц с ними никаких происшествий, даже за полтора месяца. И выглядят они вот так. Я думаю, что если юзать мышь на тряпке, то проблем не будет. Хотя могли бы и запасные положить, тем более, что их нигде не купишь. Провод, конечно, дубовый. В этом плане он очень похож на рокотовский. Вообще не гнется, из коробки не распрямляется. Но хотя бы в оплетке и не такой толстый. Это хорошо. Плюс защита от перегиба мне понравилась. Софт симпатичный, простой, но здесь есть все, что нужно. Настройка DPI, например. Есть три уровня DPI. Какой активен, показывается светодиодами вот здесь. Можно настроить чувствительность мыши в винде, скорость дабл-клика, скролла, частоту опроса USB порта. Также можно написать макрос и повесить его на кнопку. Можно вообще что угодно на кнопке повесить. Ну и настройка подсветки. Светится только колесо, но вы можете выбрать цвет, яркость или эффект. В итоге за полтора месяца игры на этой мышке нереально мешало, вернее даже скорее не так, не мешало во время игры, а просто раздражало это болтающееся колесо. Все остальное нормально, особенно форма мне классно зашла. Итак, давайте посмотрим вот четко. Из минусов. Есть болтающееся колесо, проблемы серьезные с покрытием, вряд ли это я сам дурак. Плюс нет ножек в комплекте и дубовый провод. Как по мне, все это мелочи и на работу не влияет ничего, кроме как колесо. Из плюсов мы имеем шикарную форму, хороший сенсор и очень кайфовый клик. Эта мышь нравится мне больше, чем фнатик флик. Обязательно напишу фнатикам по поводу покрытия, а вы пока подписывайтесь на канал. Помните, что стримлю я в 6 вечера, вторник, четверг и в 3 дня в субботу. Голосуйте за меня на битвах геймеров и... GG, guys!